Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала Дача Без Проблем. С вами я, Иван Васильевич Бабин, агроном-садовод. И сегодня наш выпуск будет посвящен выращиванию микрозелени зимой в домашних условиях. Вопрос этот очень интересный, и многие люди понимают, что зимой организму не хватает живых полезных витаминов. И многие хотят в своих условиях домашних вырастить по возможности разные растения, чтобы восполнить нехватку витаминов. Кто-то выращивает проростки, а кто-то перешел и осваивает выращивание микрозелени. Я сразу хочу как бы подсказать, чтобы не путали, это совершенно разные вещи. Когда мы высеваем семена и их просто проращиваем, чтобы получить проростки, их использовать, это одно. Растения при выращивании микрозелени используются в фазу одно-двух настоящих листьев или даже в фазу семидолик, когда они содержат максимальное количество полезных витаминов, биологически активных веществ и микроэлементов. Ну вот в связи с ростом популярности этой темы растет количество и спорных вопросов. Какие семена лучше использовать для выращивания микрозелени, что вообще нельзя использовать, когда и как лучше сеять, какие использовать для этого пложки, емкости, использовать ли грунт или какие-то другие материалы. На некоторые из этих вопросов мы сегодня постараемся ответить. Сегодня мы поставим опыт и попытаемся сравнить, какие же семена экономически выгоднее и лучше использовать для выращивания микрозелени. Заранее подготовленные, расфасованные в пакеты, или эти же семена, которые более дешево продаются на вес. Ну и второй очень важный момент. Одни рекомендуют высеянные семена полить и почвой не присыпать, другие же наоборот обязательно семена засыпать хотя бы небольшим слоем грунта, там 0,5 сантиметра. Вот и мы попытаемся выяснить, в каком случае растения будут лучше расти и развиваться. Высевать мы будем вот такие невысокие контейнеры, там 4-5 сантиметров, и вот такого размера. Это удобнее и лучше, чем вот такие глубокие, потому что если заполнять их полностью будем грунтом, слишком много грунта расходуется, а если посеем вниз, то потом эту зелень будет отсюда трудно срезать. Грунт будем использовать или уже готовый, универсальный, предназначенный для выращивания комнатных растений и рассады, вот, или грунт, который делаем сами, используем огородную почву или почву из лесополос в чистом виде, можно смешивать один к одному с компостом, биогумусом или торфом. Грунт мы насыпаем до половины объема контейнера, вот так вот слегка его уплотняем, выравниваем, обязательно поливаем, так что он был влажный. Сильно не заливаем, но хорошо, чтобы он промок до дна. Вот таким вот образом готовим контейнеры к посеву. Ну и вот эти два контейнера мы сравним. Свекла столовая, которая специально предназначена для посева на микрозелень, вот в таких пакетиках. Семена высеваем, значит, здесь вот 5 грамм семян, достаточно много. Семена высеваем вот так способом разбрасывания их по поверхности почвы. Ну, сплошным, посевом вплотную к друг другу можно. То есть равномерно, чтобы в 2-3 слоя они не лежали, но и пустых, свободных мест не было. Потому что нам здесь важно получить не корни или там корнеплоды, а максимально получить ростки и зелень. Вот мы посеяли. И вот аналогичные семена свекла столовой, но которая продается на вес, более дешевая. Вот. И так же мы их равномерно рассыпаем по поверхности. Теперь после посева семян мы их хорошо сверху смачиваем из вот такого распылителя, чтобы они хорошо намокли. Но вообще можно семена за сутки до посева заранее замачивать в воде, чтобы они набухли, и такие семена быстрее и лучше потом прорастают. Вот так вот равномерно смачиваем, поливаем. Если где семена сместились, то поправляем это на место их. Ну и теперь наша задача выяснить, какие семена будут лучше расти, развиваться. Открытые, которые лежат на грунте, или засыпанные почвы. Поэтому мы так условно на две части делим каждый из этих контейнеров. И вот половину контейнера мы засыпаем этим же грунтом. Вот равномерно его распределяем. Неглубоко, буквально вот миллиметров 5-5-7. Уплотняем, прижимаем эти семена. Вот так грунт сверху уплотняем. Прижимаем их к почве. Ну и в другом контейнере делаем то же самое. После того, как семена мы посеяли, засыпали грунтом, уплотнили, мы эти контейнеры закрываем вот такими специальными крышками герметичными, которые закрывают их, они продаются в комплекте. Чтобы создать внутри контейнера, ну как бы микропарничок, микроклимат, там будет постоянно влажно, не будет почвы пересыхать, температура будет более стабильная, такие семена под крышкой прорастают значительно быстрее. Если вы используете контейнеры, где таких крышек нет, то можно просто накрыть прозрачным полиэтиленом и скотчем его вокруг закрепить. Или просто вот этот контейнер вставить в прозрачный полиэтиленовый пакет и сбоку его забязать. Вот таким образом у вас получится микропарничок. Ну а этикетки мы положим пока сверху на крышки, а когда появятся первые ростки, начнут сходить, крышки мы эти снимем, уберем, и этикетки тогда просто воткнем в эти контейнеры. Ну вот, свекла столовая посеяна, а мы сегодня посеем и другие культуры, чтобы проверить, как они подходят для выращивания микрозельни. Ну вот, семена мы все посеяли, опыт заложен. Там, где контейнеры были с крышечками, я их вот плотненько закрыл, где нет, мы закрыли полиэтиленовыми пакетами. Ну и теперь наша задача поставить семена в теплое место, не обязательно светлое, но, имейте в виду, как только начнут появляться ростки, нужно вот эти крышки полиэтилен убрать и обязательно эти контейнеры поставить в светлое место. А если на улице будет пасмурная погода и солнца не будет, то утром, днем и вечером желательно включать лампы и досвечивать, так, чтобы длина светового дня была где-то 14-16 часов. Ну и будем ждать появления вот этой зелени на второй-четвертый день после отрастания или разные культуры по-разному себя покажут. Как только появится первый-второй настоящий листик, эту зелень можно будет использовать как микро-зелень. И вот прошло 7 дней после того, как мы посеяли семена. Кстати, некоторые семена на третьи сутки уже дали дружные всходы и имели размер, который практически можно было бы использовать. Но мы подождали вот 7 дней, когда полностью семена все дали ростки. И теперь мы можем сделать определенные выводы. Ну, на наш взгляд, лучше всех выглядят всходы кукурузы. Вот в этом контейнере половина была посеяна на грунт и не заделывалась грунтом. И вот эти всходы, правда, они немножко поменьше, пореже, не все взошли. И самое главное, что некоторые семена покрыты плесенью. А вот те, которые грунтом заделали, они более дружно взошли практически, можно сказать, все. И ростки более зеленые, насыщенные и побольше размеров. Ну, и на вкус. Вот пробуем их. Они очень-очень сладкие. Вот. Но так как все семена, которые мы высеваем на микро-зелень, вырастают быстро, использовать, причем при любых способах. Вот мы высевали на грунт. Кто-то использует другие субстраты, кто-то вообще ничего не использует, кроме воды, поливая вот в контейнер. Но применять какие-то химические средства защиты, чтобы защитить от корневых, прикорневых гнили, от плесени, нельзя, потому что очень короткий период выращивания этих семян и получения микро-зелени. Поэтому никаких удобрений и химикатов не применяем. И вот смотрим. Раз здесь появилась вот эта плесень и некоторые семена, вон, такое впечатление, что как бы начали загнивать, то кукурузу лучше выращивать в контейнерах. Ну, кто будет использовать вот такой способ на грунт? Все-таки заделывать небольшим слоем грунта, миллиметров 5. Вот такие получились результаты. А вот рядышком контейнер такой же, смотрим, с посеянными семенами подсолнечника. Здесь другая картина. Вот эта половина контейнера, где посеянные семена просто открыты были, вот смотрите, они значительно больше, зеленее масса, сочней, и плесень особенно здесь не наблюдается. Хотя большинство, кто пробовал выращивать зелень из семян подсолнечника, сталкивались с такой проблемой, что именно семена подсолнечника покрывались плесенью, ну, то, кто использовал в открытом виде их. Вот. И приходилось, ну, так как, еще раз повторяю, химию никакой использовать нельзя, использовали перекись водорода. То есть один-два раза эти семена опрыскивали раствором перекиси водорода, один-десяти. То есть на литр воды брали 100 миллилитров перекиси водорода. Это помогало очистить семена, и они плесенью не покрывались. Вот. А вот это вторая часть контейнера, где мы грунтом засыпали. Семена взошли не все, и те, которые взошли, но они вот такие более бледные и, значит, поменьше по размеру. Поэтому вот подсолнечник лучше сеять в открытом виде. Теперь, следующая культура, крест-салат. Это одна из основных культур, которой всеми рекомендуется, доворачивая микрозелень. Причем семена настолько мелкие, очень маленький их расход. И вот наш опыт показал, там, где мы посеяли, и семена лежали открыты на грунте. Смотрите, как они дружно взошли. Прекрасная, сочная зелень. А вот эта половина, где засыпали грунтом, всего-то 5 миллиметров. Семена практически не взошли совсем. Ну, тут, может быть, наша немного вина. Нужно было каждый день вот этот слой почвы опрыскивать, чтобы он был постоянно влажно-рыхлый, чтобы не подсыхал. Иначе мелкие семена не хватило сил пробить вот эту даже небольшую толщину и взойти. То есть, если регулярно опрыскивать, ополивать водой, возможно, и эта бы половина порадовала нас нормальной зеленью. Ну, а так вот, уже видим, лучше выращивать, не засыпая землей. Теперь тыквы. Неоднозначные отзывы по выращиванию тыквы. Некоторые считают, что зелень дает много, дружно всходит. Вот. И большая масса получается. И вид хороший. Но они невкусные, эти ростки. Ну, сейчас мы попробуем насчет вкуса. Ну, да, действительно, горчат по сравнению с другими культурами. Может быть, не так вкусно, хотя тоже витаминные и полезные. Но тыква повела себя странно-непонятно. Очень плохо взошли и те, которые лежали, семена открытые, и которые мы засыпали почвой. Скорее всего, семена крупные. Высевали мы их сухими, не замачивали, зарали. Ну, и им не хватило, видимо, воды, чтобы они полностью набухли и проросли. Они лежали сверху подсохшие. Это, скорее всего, причиной было вот такого недружного их прорастания. Следующая культура была гречка зеленая. Вот. Это ее можно использовать и как крупу. Готовить из нее там различные блюда. И можно выращивать из нее зелень, потому что она способна прорастать. Ну, здесь тоже картина очень, скажем так, наглядная. Вот та часть, которая у нас посеяна, открытая, дала дружные всходы, переросли. Правда, они уже гречку надо было чуть раньше, может быть, на 4-5 сутки срезать и употреблять. Вот. Вкусная, приятная, нежная зелень. Но та часть контейнера, где мы заделали почвой, взошли недружно, не все, но все-таки, видимо, верхний слой почвы подсох и помешал им прорасти. Поэтому гречку советуем тоже выращивать просто так, почвы не засыпать. Вот следующие контейнеры. Здесь ростки такие необычные. Сверху зеленые, а внизу красные. Отличаются от всех. Это свекла столовая. Причем в двух контейнерах мы высевали. Вот в этом у нас получались семена весовые, которые продаются на развес и подешевле, чем те, которые специально фасуются для выращивания микрозелени в пакетах. И вот половина, значит, у нас открытые семена лежали, половина заделанные грунтом. Ну, те, которые вот под грунтом были, я считаю, лучше взошли. И главное, на ростках не остались вот эти семена, оболочки семян. А здесь вот открытые, которые были, некоторые с семенами, из-за этого листики полноценно до конца не раскрылись. То есть это говорит о том, что за этими всходами нужно ежедневно смотреть и опрыскивать их по чуть-чуть водой. Не просто поливать грунт, а опрыскивать еще сверху, чтобы не оставались вот эти оболочки на семидолях. А второй контейнер у нас семена из пакета, которые подороже, но по виду они даже чуть-чуть послабее. Возможно, фракция была помельче семена. Ну, также вот открытые вот здесь взошли получше, но на семенах, на листьях остались оболочки семян. А эти, посеянные под грунт, взошли практически все. Вот эти два контейнера у нас горчица. Вот это из пакетов. Семена очень мелкие, поэтому их в пакетах насыпано много. Высевали мы, не жалели. И вот обратите внимание, прямо отличается хорошо. Вот эта половина семена лежали открытые, без грунта. Они взошли лучше, зеленее. Зелень более такая насыщенная, пышная. А вот здесь немножко побледнее и есть проплешины. То есть, когда они всходили, они даже часть почвы подняли. Поэтому они вот такие вот бледные. Нужно регулярно сбрызгивать землю, чтобы она была влажной, чтобы семенам легче было всходить. Ну, и вот, на мой взгляд, странно себя повел горох. Как бы не оправдал возложенных на него надежд. Потому что мнение многих, кто пробовал выращивать горох, на зелень, очень были довольны. И быстротой прорастания, и главное, интенсивной зеленью. И очень вкусной. А здесь у нас вообще горох, который лежал открытый, он только раскивал, он некоторый дал. Или вообще, можно сказать, не пророс. Тот, который был под грунтом, прорастает хорошо. И весь он взойдет дружно. Он даже поднимает почву. Вот ту зелень, которую мы используем, то есть мы ее срезаем, как правило, полностью до почвы. И некоторые задают, а сколько эти посеянные семена можно раз использовать. Так вот, сразу вам должны сказать, и вы должны знать, что эти посеянные семена и выращенная вот эта зелень используется один раз. То есть вы ее срезали, все. Дальше эти ростки расти уже больше не будут. Поэтому этот грунт или выбрасываете совсем, ну его можно собирать в какую-то емкость, а потом он полнородный, хороший, отвезти на участок под деревья, под кустарники, на клумбы с цветами, или просто на огород рассыпать. Вот. Или в компостную кучу сложить все, и там эти остатки, вот эти семена, корни, все это перенет, получится в дальнейшем компост. А в эти контейнеры их тщательно хорошо промыть, насыпаете новый грунт, кто будет выращивать на грунте, и по новой высеваете семена. И желательно вот отработать вот эту технологию, за сколько дней при вашей температуре в комнате и освещенности семена прорастают и дают вот такую полноценную зелень, чтобы у вас был конвейер, чтобы этот конвейер не прорывался, то есть вы периодически будете высевать, а которая выросла, использовать в пищу. Кстати, если вы, вот она выросла вся, и получилось ее достаточно много, вы ее сразу всю вот в таком виде срезанным, свежим не израсходовали, ее можно аккуратненько сложить в пакетики, и в холодильнике, в зоне свежести, 2-3 дня она у вас сохранится такой же сочной, зеленой и свежей, не потеряв своих свойств. То есть вы его можете немного и впрокую даже готовить, или чтобы не нарушался конвейер, чтобы постоянно у вас она обновлялась и высевали новые семена. Ну вот вы теперь знаете, как в домашних условиях, без особых проблем, вырастить полезную, вкусную зелень. Ну а я на этом с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал «Удача без проблем», задавайте свои вопросы в комментариях.